Всем здравствуйте! Хочется прочитать статью от Андрея Андреевича, только на сайте Андрея Андреевича. Практика лечения зеленой ниткой. Сама лично вылечилась, по стенке ходила, вот так вот. В такой степени болела поясница, уколы, все, я уже не знала. Это периодически сидеть на этом, чтобы вылечиться, это, ну, не знаю. Это, наверное, очень жестоко на ног себе уколы. Хотя иногда это нужно, наверное, необходимо. Но в данном моменте можно полностью вылечить позвоночник себе, это точно. Это 100%. Вот сейчас Ю хочется почитать именно о зеленой нитке, что говорит Андрей, что пишется в этой статье о зеленой нитке. В этом видео я, то есть Андрей Андреевич, рассказывал о старинном обряде лечения позвоночника и зеленой ниткой, а также датибетские обряды для избавления от цистита и геморроя. Эти методы являются достаточно простыми, эффективными и практиками целительства. То есть я вам скину ссылку на видео, где учитель говорит лечение позвоночника зеленой ниткой. Как стать целителем? Как принимать людей и помогать им лечить заболевания при помощи эзотерики? В чем причина появления заболеваний физического тела? Об этом я рассказываю в своем семинаре «Эзотерическое целительство». Для тех учеников школы, кто прошел четвертую ступень, этот семинар особенно важен. Дело в том, что на четвертой ступени вы обретаете очень мощную духовную энергию. Этой энергией вы можете очищать и освещать пространство на расстоянии нескольких километров вокруг себя. Могу подтвердить. Потому что прошла тоже четвертая ступень и нигде не нахожусь. Вот рядом здесь, допустим, где мы уже как-то только поселились, в магазин, ну вот рядом там, люди почти не ходили. Сейчас люди ночью могут ходить. Сейчас люди общаются даже в час, в два ночи. Я слышу разговоры здесь. Когда мы только сюда заселились, здесь ни света, нигде ни в одном подъезде не было. Здесь до сих пор мы держим в доме, до сих пор света нет. Но я надеюсь, когда-нибудь он здесь появится, чтобы заходить в подъезд со света. Не так продолжим это. Снимать боль, исцелять других людей. Это тоже так. Уже шруху у человека проходит так. Это правда. После прохождения четвертой ступени ученики школы начинают ощущать в себе эту энергию, но часто не знают, как ее применить. Практики, которые я даю в семинаре «Стеллическое целительство», помогут вам развить это качество и очень эффективно лечить людей. Это факт. Есть много целителей, есть Игорь Мочеренко, есть Наталья Замойская. Честно вам сказать, они невероятно добрые люди, потрясающие ученики Андрея Андреевича Дойко. То есть вот эти два человека, которых я лично не знаю. Может точно могу сказать, когда написала Игорь Мочеренко, не помню, но он поздравил с днём рождения тогда, это было, наверное, год назад, и очень мощь какая-то сильная почувствовалась оттуда. Я ему написала, вы знаете, что от вас прямо сильно что-то идёт. Он мне ответил, да, но я не знаю. То есть я сейчас работаю с людьми, я не знаю. То есть нет эго такого, нет того, что я там могу, я там всемогущая, знаете, честь меня. То есть мне вот это очень удивило. И это ученик школы, который семь ступеней прошёл, который действительно что-то может в этой жизни. Это ученик Андрея Андреевича. Ну, надеюсь, когда-нибудь мне тоже это будет сидеть. Но факт в том, что этот человек, который действительно лечит группы людей, принимает людей тоже так, принимает людей, помогает людям, и говорит, что ну да, возможно. Представляете? Ну, то есть это потрясающе. И это все ученики Андрея Андреевича Дырку. То есть это возможно, это реально, это доказуемо, это факт. Ну, на эту статью я оставлю ссылку и видео на лечение зелёной ниткой. Я видео обязательно скину, чтобы у кого болит поясница, постановочник, обязательно глядите это. Это уже огромная помощь. Я просто понимаю, что это такое. Я сама ходила по стенке. Это не сидеть, не боком, не так. Ну, то есть лежать даже тоже это нереально. Ну, это вообще колоссальная боль. Просто ужасно. Излечилась я. Излечились многие другие люди. Почему не вы? Ну, значит, вас не настолько припеку, раз вы можете сказать, это не для меня, это не моё, это всё это чухня. Проверьте. Вас никто же за это деньги не просит, никто не говорит там что-то, что-то. Просто попробуйте. А потом хотите, можете написать результаты. Хотите, можете не написать результаты. Просто облегчите свою жизнь при этом. Всем до свидания. Желаю крепкого здоровья всем. Желаю счастья семейного. Желаю материального огромного благополучия. Желаю быть всем нам добрыми. Желаю матери. Желаю матери. Сплект deformяную работу. Продолжение следует...